привет youtube леонид павлович собанеев охотничий календарь справочная книга ружейного охотника охота с круговой уткой ставится шалаш в начале весны еще до прилета чтобы птица скорее к нему присмотрелась и вовсе его не боялась место выбирается на берегу за крайне озера или болото или какого-либо весеннего разлива который должен быть небоубок и тих чтобы охотник мог без особого труда достать убитую дичь длинной хворостиной или в больших сапогах и чтобы ее не уносило течением шалаш устраивается заблаговременно так на избранном по возможности сухом месте около какого-нибудь прикрытия куста дерево втыкаются крестообразно 46 хворостин верхушки их связывают с мочалами внутри этого острова шалаша наршина с земли привязывается к хворостинам обруч он служит распоркой острову и для прицела вместо сошки затем остров обтыкают со всех сторон еловыми лапником для того чтобы шалаш шалашах не продувало внутри помещают стаймя пучки соломы оставляя между ними небольшие отверстия для стрельбы для удобства сидений необходимо брать с собой в шалаш войлок пропитанный жиром или коврик некоторые делают шалаши из тростника но такой шалаш неудобен тем что очень шуршит и часто отпугивают птицу обыкновенно ружье заранее просовывается в приготовленное отверстие круговая утка сажается на воде шагов за 10 за 15-20 от шалаша коль с кружком коль с кружком втыкают таким образом чтобы кружок находился на поверхности воды хорошая круговая утка высажены на воду начинает немедленно кричать если поблизости есть селезень кряковое преимущество то он немедленно летит на ее зов и сделав круг с шипением садится на воду в более или менее значительном отдалении от утки затем оглядевшись подплывает к ней высшей частью селезни подлетают к утке поодиночке если можно не подбирать немедленно убитых то охотник не выходя из шалаша может при хорошем лете который чаще всего бывает в конце апреля убить несколько пар даже десяток селезни и более охотятся с круговой уткой преимущество раненым утром иногда также под вечер вообще зарями в течение всего апреля месяца в середине мая селезни за исключением северных местностей перестают идти на утку никогда не следует стрелять селезни слишком близко поплывающего круговой утки так как тогда можно убить ее при стрельбе уток на воде то есть сидящих надо руководствоваться следующими правилами если селезни сидит в 20-30 шагах скрывает дулом все туловище птицы держа цель в основании шеи на 50-60 шагов закрывает дулом и саму шею если утка плывет от стрелка целит в голову если поперек надо метиться в нос утку бегущую по воде в угон выцеливают закрывая дулом голову если она бежит поперек метится несколько впереди носа охота с круговой уткой леонид павлов суббоняев книга оружейного охотника спасибо